Любое вещество может находиться в одном из четырех так называемых агрегатных состояний. При низкой температуре это твердое тело. При нагреве тело начинает плавиться, переходит в жидкое состояние. При дальнейшем нагреве жидкость кипит, переходит в парообразное состояние. И, наконец, при высокой температуре вещество становится плазмой. Это четвертое состояние вещества. В плазменном состоянии находятся все звезды, в том числе и ближайшая к нам звезда, Солнце. Температура на поверхности Солнца достигает 6000 градусов. Мы наблюдаем плазму в процессе сварки. Горячие газы вырываются из сопла работающей ракеты в плазменном состоянии. Плазма является разряд между облаками и землей во время грозы, которую мы называем молнией. Такой электрический плазменный шнур мы сейчас с вами посмотрим на опыте. С помощью специальной, так называемой индукционной катушки возникает большое напряжение между медными электродами. И возникает пробой воздуха. Возникает плазменный шнур. Этот плазменный шнур увлекается нагретым воздухом вверх. Поднимается вверх, в область, где расстояние между электродами большое. И напряжения на катушке уже недостаточно для того, чтобы пробить воздух. Для того, чтобы создать плазменный шнур. Плазменный шнур исчезает, но тут же появляется новый шнур внизу. И процесс повторяется. Подадим напряжение на катушку. Вы наблюдаете плазменный шнур, который перемещается вверх. Гаснет, и вновь появляется внизу. Субтитры создавал DimaTorzok